здравствуйте друзья здесь демитков юрий недавно я снял видео о том как съесть велосипед о том как начать накапливать денежки так как их откладывать и там я неоднократно ссылался на табличку стратегии накоплений и сейчас я хочу восстановить это дело дело в том что она мне немножечко там подстерлась вот но сейчас я восстановил полностью и так стратегия накоплений как выглядит эта табличка предположим вам сейчас 35 лет ну это примерно как раз средний возраст моих зрителей вы сможете поставить смотрите здесь есть белые поля и и здесь есть желтые поля в желтых полях формулы их менять не надо белые поля можно менять вы ставите здесь свой возраст автоматически каждый год прибавляется возраст теперь смотрите что дальше происходит дальше у вас есть какие-то текущие накопления я предполагаю что накопление очень мало пока 60 тысяч рублей вас накоплено заначки вы добавляете то есть вы открываете брокерский счет и кладете на него 60 тысяч рублей и я предполагаю что этот брокерский счет приносит ну вот в этом году ориентировочно должен принести 18 процентов годовых по оценкам вот соответственно смотрите у вас мы вы добавили 60 тысяч рублей у вас на счете 60 тысяч рублей очень приблизительные то есть я ежемесячно не считаю как вы пополняете за год набегает проценты нетрудно посчитать 10800 рублей как это считается смотрите вот она формула плюс g3 умножить на d3 где у нас g3 вот она g3 60 тысяч умножить на d3 на 18 процентов вот он доход проценты плюс мы добавляем еще мы откладываем мы договорились каждый месяц по 5000 рублей это совсем не больно вот и то есть мы 5000 рублей умножаем на 12 месяцев получается 60 тысяч рублей за год мы добавили и того у нас через год 130 тысяч 800 рублей что это такое смотрите вот она формула это вот эта сумма которую мы первый раз потом в то что в течение года внесли и плюс проценты которые набежали 10 800 здесь ничего особенного цифры повторяю очень и очень приблизительные очень очень плюс минус лапать потому что ну здесь в общем то нельзя предположить какие будут проценты бывает 30 процентов бывает 50 процентов бывает ноль процентов может быть даже иногда если кризис и отрицательное значение вот то есть здесь по мере прохождения то есть мы корректируем свои показатели вот эти но в среднем я говорю 15 процентов дают скажем структурные продукты защиты капитала там масса облигаций и так далее все это можно найти но мы активно управляем поэтому у нас будет там и 20 и 30 и 50 процентов годовых точно вот теперь дальше предполагаем что по 15 процентов и мы продолжаем то же самое делать по 5000 в месяц откладывать в течение помните я говорил про велосипед в течение 15 лет что у нас через 15 лет происходит у нас уже набегает через 15 лет только процентами четыреста тридцать пять тысяч рублей только процентами за год у нас на счете уже через 15 лет три миллиона четыреста тысяч которые приносят нам 36 процент 36 тысяч рублей только процентами но мы продолжаем еще потихонечку докладывать нет вот здесь смотрите здесь я считаю вот 30 тысяч то есть здесь уже по 30 тысяч мы начинаем докладывать то есть мы начинаем уже поменьше откладывать потому что мы хотим ну уже что-то и мы считаем что нам достаточно то есть мы продолжаем откладывать по 30 тысяч вот например да то есть мы вот эти цифры они на белом фоне их совершенно спокойно можно менять и еще через пять лет у нас на счете 7 миллионов рублей вот к этому моменту нам 55 лет вам 55 лет вот посмотрите и к этому моменту у вас пассивный доход 76 тысяч рублей в месяц и и вы говорите себе давайте-ка я не буду больше откладывать и более того ну давайте мы еще там годика три мы ничего не берем ничего не откладываем давайте вот так да вот мы ничего не берем ничего не откладываем ноль только проценты растут вот так только проценты а после этого мы начинаем брать смотрите только проценты миллион шестьсот пять потому что у нас уже 10 миллионов накопилось к этому моменту через 20 лет вот мы начинаем брать смотрите h27 смотрите это вот эта цифра делим пополам то есть мы забираем ровно половину нашего дохода ровно половину ну и умножить на 12 здесь мы забираем шестьдесят шесть тысяч как бы дополнительная пенсия это пассивный доход наш и наш пассивный доход мы забираем ровно половину постоянно увеличивается и к тому времени когда ну вот сейчас вот 65 лет возраст выход на пенсию нам дадут государственную пенсию где-то 10-12 тысяч рублей да вы получите и у вас будет уже накоплен капитал который будет приносить двести шесть тысяч рублей в месяц и половину из этого капитала предположим вы забираете 103 тысячи плюс там 12 тысяч государственной пенсии сто пятнадцать тысяч рублей у вас есть но сказать как бы более-менее старость нормально обеспечена согласитесь да вот и она постоянно растет но когда вам уже скажем там 75 можно забирать и все четыреста двадцать пять тысяч которые идут в месяц в общем-то там уже хватит хватит на все вот вот такая табличка стратегия накопления ну каждый здесь может вставить свое свой возраст ну предположим скажем у меня пятьдесят шесть лет сейчас например да но зато у меня уже ну вот скажем было 35 лет да посмотрите 35 лет к у вас было бы к возрасту 42 года 841 рубль а я начал это дело я когда опомнился мне было 45 5 лет посмотрите 45 лет значит в 45 лет мне надо откладывать значительно больше было но я откладывал по-разному вот и сейчас мне скажем ну пятьдесят шесть лет да вот и но сейчас правда у меня и на счете кое-что есть ну предположим это вот 800 тысяч это небольшая сумма у многих из моих слушателей есть по два три десять двадцать миллионов есть вот у меня очень скромная сумма вот и при этом вы понимаете я же понимаю что очень срочно надо откладывать я откладываю ну где-то пятьдесят шестьдесят тысяч в месяц вот шестьдесят шестью шесть тридцать шесть если шестьдесят тысяч это сколько получается по-моему девятьсот шестьдесят нет шестьсот шестьдесят примерно вот такую сумму в год я откладываю ну я думаю что даже больше вот я откладываю сейчас и при этом значит если я буду так же продолжать а я надеюсь что я увеличу это дело скажем сейчас шестьсот шестьдесят потом сколько там будет семьсот двадцать тысяч вот по шестьдесят тысяч да по шестьдесят тысяч вот дальше сколько мы еще добавим семьсот восемьдесят тысяч по шестьдесят пять тысяч почему бы мне не отложить я их сейчас откладываю вот ну и здесь еще добавим восемьсот десять тысяч еще немножечко добавим по две пятьсот еще где-то вот ну и здесь восемьсот сорок тысяч вот так примерно вот ну смотрите вот к шестидесяти годам у меня будет пять миллионов я продолжаю откладывать ну может быть уже без такого фанатизма вот поэтому восемьсот десять тысяч назад семьсот восемьдесят тысяч откатываем да вот уже у меня десять миллионов есть и в принципе как бы сто тысяч они приносят пятнадцать процентов годовых вот но предположим что здесь уже будет там шестьсот шестьдесят да ну и вот здесь шестьсот еще там годика два-три я пооткладываю ну а потом уже и хватит не буду я откладывать надо же и для себя пожить но у меня уже извините сорок четыре миллиона на счете когда мне семьдесят два года вот ну я могу начать тратить деньги раньше вот и я беру и забираю вот начиная с возраста нет давайте с возраста шестьдесят восемь лет я начинаю потихонечку тратить деньги и я уже не откладываю по пятьдесят тысяч в месяц а забираю со счета сто тридцать шесть тысяч в месяц и мои доходы постоянно растут ну вот вот вы знаете я вот этого добился я сейчас откладываю и пятьдесят пять и шестьдесят и шестьдесят пять тысяч в месяц и даже семьдесят тысяч в месяц я откладываю то есть вот эти мои планы абсолютно реальны вы видите это как бы личный финансовый план вот еще раз повторяю вот вы ставите свой возраст вы ставите свои сколько вы откладываете в месяц пять лет сколько вы в год откладываете ну и какое-то количество лет ну я так предполагаю что если вам тридцать пять лет то пятнадцать лет то вы уж точно можете откладывать такие суммы и ну это будет вам пятьдесят лет ну и там вы сможете даже больше сможете откладывать я думаю что вот отсюда вы начнете откладывать где-то ну сорока пяти по девяносто тысяч вот так до пятидесяти вот ну а потом вы уже можете тратить деньги у вас четыре миллиона ну смотрите сами вот на эту сумму смотрите какую сумму вы хотите получить как вы хотите ускориться теперь давайте посмотрим как зависит от начального вложения вот предположим вы внесли сейчас 60 тысяч да а давайте внесем в начале не 60 тысяч а 120 тысяч 120 тысяч да смотрите вот здесь было 3 миллиона 660 тысяч сейчас я нажимаю на enter и мы видим что 3 миллиона 660 тысяч у нас сдвигаются на 2 года понимаете то есть к этому моменту у нас уже 4 300 то есть мы вложили всего еще раз посмотрите смотрите какая цена ой я не туда смотрите вот сейчас вы вложили скажем 60 тысяч рублей и у вас через 15 лет на счете да и вы продолжаете вкладывать вот по этой схеме теперь смотрите ничего не меняем но первоначальный вклад не 60 тысяч рублей а в два раза больше 120 тысяч рублей всего 6 на 60 тысяч больше смотрите 120 раз два три здесь было смотрим через 15 лет 3 миллиона 660 тысяч нажимаю на enter 4 миллиона сто семьдесят шесть тысяч разница почти в 500 тысяч мы вложили на 60 тысяч рублей в начале и эта сумма в конце у нас увеличилась до 500 тысяч вот такая магия теперь еще раз вот еще один момент 60 тысяч рублей мы вложили и ничего не докладываем давайте посмотрим что будет так да вот же она через 15 лет у нас 514 тысяч вот эти самые деньги разница вы видите да что здесь 60 тысяч превращается в 500 тысяч рублей через 15 лет ничего не докладывая вкладываем 100 тысяч 856 тысяч сумма увеличивается восемь раз то есть что я хочу сказать что ценность первого самого первого с чего вы начинаете вот прямо сейчас вот ценность вот этого она максимально и то что вы в конце откладываете ценность этого минимальна поэтому вот мы откладываем в начале например там 60 тысяч да вот 60 тысяч посмотрите и дальше во что бы то ни стало надо откладывать побольше скажем 90 тысяч в год это будет 7500 в месяц люди по ипотеке платят по 15 тысяч в принципе это вполне достижимо 7500 в месяц мы откладываем раз два три четыре пять ну мы можем и 10 лет откладывать правильно согласились у вас к этому моменту два миллиона сто тысяч предположим вы дальше откладываете по 60 тысяч еще у вас 4 миллиона шестьсот тридцать семь тысяч после этого вы можете уже не откладывать не по пять тысяч в месяц не поскольку вы можете уже забирать по двадцать восемь тысяч и ну как-то жить вот а можете не забирать а просто продолжать ну ничего не делать вот вот и к пятидесяти шести годам у вас вы можете забирать по пятьдесят восемь тысяч рублей и каждый год эта сумма будет увеличиваться и к моменту вот пенсионного возраста у вас дополнительный доход сто тысяч рублей в месяц и это всего лишь половина тех процентов которые вы получаете при условии 15 процентов годовых что вы будете но на фондовом рынке 15 процентов как говорится можно сделать всегда то есть обычно будет там ну честно говоря в среднем будет 20 процентов вот потому что 34 процент 24 процента вот эти вот в среднем будет в районе 20 процентов давайте предположим что 18 процентов там все быстрее будет вы можете все это посчитать на самом деле с легкостью вот в этой табличке самое главное менять только белые поля желтые менять не надо но за исключением вот этих вот здесь вот желтые это формулы их можно протаскивать вот кто умеет работать с экселем все прекрасно понимают вот теперь значит смотрите вот здесь вот графики вот так растут наши деньги вот до сих пор мы откладывали их видите мы их откладывали потом вот здесь вот вы видите небольшой переломчик мы перестали откладывать но они практически точно так же растут вверх по экспоненте потому что это сложные проценты теперь как мы тратим в месяц вот это видите вот ниже то есть мы в месяц вот apость откладывел past руб мальчuper но зато после этого мы можем забирать в месяц вот постồiка и эта сумма экспоненциально растет потому что мы начинаём очень даже неплохо жить, и мы забираем только половину этой суммы. Вот такая табличка. Эту табличку по-прежнему можно скачать. Ссылочка будет внизу на Just Click. Я считаю, что я вполне заслужил 200 рублей за эту табличку. Вот сюда еще раз возраст. Вот сюда сколько мы откладываем в год. Ну, здесь будет появляться табличка в месяц. То есть эти цифры можно легко подбирать под себя. Смотрите, составляйте эту табличку и открывайте брокерские счета. Вот, что еще здесь есть в конце? Ой, пока ничего. Ну, здесь будет кнопочка со ссылочкой, как открыть брокерский счет и так далее. Значит, все это я вставлю. Вот, в обязательном порядке. Поэтому, друзья мои, берите эту табличку еще раз. Можно скачать в автоматическом режиме. Там есть ссылочка на Just Click. Just Click – это сервисы, где вы просто оплачиваете, и в автоматическом режиме вам эта ссылочка на табличку приходит. Я хотел рассказать про табличку стратегии накопления. Я про нее рассказал. Все. Скачивайте, пожалуйста, смотрите, пользуйтесь, и стройте планы своего безбедного финансового существования. А о том, в какие инструменты вкладывать, я рассказываю на своем канале. Те самые 15% точно совершенно будут. Поэтому сейчас поставьте, пожалуйста, лайк. До встречи. С вами был Домитков Юрий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok